Всем привет! Это Agents of Vect, а точнее Agents of Hive Mind, поскольку у нас продолжаются тираницкие сезоны на канале. Прошу прощения у той части публики, которая здесь исключительно из-за Дарк Эльдаров, но пока надо отыграть всеми новинками, ощупать фракцию со всех сторон, все-таки кодекс был недавно, я вам обещаю, для Дарк Эльдаров время придет и вы увидите самые потрясающие игры. Это будет обязательно, поскольку у нас будет малый командничек в Питере на 1000 очков, где я буду за Дарк Эльдаров, но сейчас вообще не об этом. Я сейчас хочу вам рассказать про город Тверь, поскольку там прошел большой командный турник. Кто бы мог подумать, большой командный турнир, где? В Твери. А почему в Твери? А потому что это, ну, это между Питером и Москвой. Вот, собственно, поэтому. И поэтому питерские команды туда поехали, туда поехали, московские команды, и, естественно, есть тверские ребята, которые там живут и которые тоже готовы показать свой скилл. Огромное спасибо организаторам. А давайте теперь поподробнее. Что, как, кто поехал, кто чем играл, вот это вот все? Вкратце такой мини-выпуск, мини-мини, да, мини-выпуск, мини-обзорчик. Погнали! Что представляется собой этот командный турнир? Пять человек в команде, это главное. Что, кстати, очень интересно сказывается на балансе сил. Дальше. Пять человек в команде, четыре тура, два дня. Классика, просто классическая классика. Казалось бы, турнир маленький, город небольшой, а людей приехала мама не горит. С одного питера приехало двадцать человек, то есть четыре команды. Это у нас два состава пауэррейнджеров, десять человек, и два состава гачи сикс, еще десять человек. Ну, я сейчас был тоже во втором составе, поскольку нихрена не тренируюсь, не готовлюсь ни к каким турнирам. Ребята, которые едут занимать первые места, они, естественно, более опытных, но таких хороших, наигранных игроков себя предпочитают брать, и да, действительно. Ну, гачи сикс, да, у нас там, лорд поехал на своих некронах, там, тимур инсанус на своих эльдарах, которые, у которых он не одну собаку съел. Диман райс на тиранидах, вот с Диманом мы на старый деревник отличный парник, сыграли очень фаново, можете посмотреть предыдущие выпуски. Логис на гвардии, еще вроде кого-то забыл, второй состав, тоже, Миша Шуберт у нас капитанит на некронах, я на тиранидах, естественно, да, поехал. У нас есть ЖР Артем, с которым мы играли фановую партию на Ядарк Эльдарах, у него волки, он сейчас пошел на куче дредах, на ЖР, Мироман на гвардии, вот это вот все. Ну, классно, классно, классно отыграли, короче, все, 4 тура. Людей было достаточно много, удивительно много, то есть с Питера приехали 20 человек, не на всяком питерском турнире, столько питерцев бывает, да, бывает там турниры где-где-где меньше 20 человек. Вот, с Москвы команд, господи, 6 что ли, 14 команд всего было, да, 14 команд, 4 с Питера, 6 с Москвы, ну, все остальные там болями, а может и больше из Москвы, и сейчас точно не могу сказать, я же не готовлюсь к этим выпускам, я вот как сел, начал говорить, и меня не заткнуть, вот, сейчас, в любом случае, будем смотреть на мой ростер, я вам расскажу, с кем мы играли, и чем я играл, вот как-то так. Да, с Москвы тут я посмотрел, получается, где-то даже, наверное, 8 команд, я не всех хорошо знаю, то есть это, в первую очередь, полосатый рейс, папашки, самые папашки, у нас против них была первая игра, тут, наверное, будет спойлер, поскольку, да, результат должен быть немного предсказуем. Джозеф Сталин, остров, кто у нас еще, Мотылек, вот, Мотылек, это тоже с Москвы, название я бы не сказал, что я часто встречаю, Ересь Корва, да, Хуёвощи, тоже, да, вот есть еще команда под Кефирычем и Middle Earth, я тут уже не готов, не готов ответить, откуда они, вот, то есть в серой зоне останемся, вот, с Твери, как минимум, была команда Русич, с которой мы тоже играли, это у нас был второй тур, отличные ребята, очень позитивные, да, турнир проходил на базе клуба Прометиум, его организовал Миша Северов, огромное тебе спасибо, тебе привет, вообще, я был приятно удивлен тем, как это вообще все было. Турнир у нас прошел в ДК Синтетик, в такой, знаете, немножко на окраине города стоит, это по факту что-то вроде типа такой школы внеклассного развития для детей, то есть это был выходной, там были детишки, у них какие-то свои мероприятия, но у нас своя тусовка была в отдельном, да, грубо говоря, крыле здания, ничего, никто нам не мешал, ни мы никому не мешали, вот, в здании единственный был минус, такой минус, в прямом смысле, минус на градуснике, потому что было очень холодно, здание такое промерзшее было, но, во-первых, турнир у нас был в такой период зимы, когда было минус 30, мы из Питера выехали, у нас в Питере погода отличная, свежо, светло, ясная погодка, где-то минус 13, там, это была пятница, просто хотелось, я не знаю, идти на горку кататься, вообще-то кайф, вроде и не холодно, вроде и не жарко, вот, ну, сам это, а чем дальше в сторону Москвы едем, тем градусник ниже, 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 в Твери уже было минус 30 в субботу, и поэтому играли мы, грубо говоря, в куртках, очень сильно замерзли, прям, прям, но на второй день было уже немножко получше, ведь там и температура на градуснике поднялась, и ребята тоже какие-то меры приняли, у нас одна линия была в таком коридоре, вот, этот коридор очень сильно промерзал, а линию оттуда убрали, и в одно из теплых помещений переместили, поэтому, ну, ребята делают, что мог, нельзя организаторам вину, изменять, ну, состояние отопительных сетей на этом объекте, оно, конечно, может быть можно и при желании, но у меня такого желания нет, поэтому, касательно столов, тоже сильных требований я бы не сказал же, столы немножко шаткие были, это единственное, что ты немножко боишься на них как-то лишний раз опереться, чтобы у них ноги не поотлетели, и твои миниатюры ведь с террейном не опрокинулись, таких эксцессов не было, ну, ну, шаткий стол, ну и что, ну, покрытие на нем нет, ну и что, зато линии деплойки все есть, как бы, конечно, в Питере или в Москве на организатора бы какие-нибудь щелбаны за это посыпались, ну, что, стол стоит, стоит, деплойка отмечена, отмечена, террейн есть, есть, и террейн, знаете ли, не самый плохой, конечно, Андрюха Десгард с широкой души человек, помог тоже своим террейном, то есть, можно на некоторых столах наш питерский террейн будет увидеть, вот, а как же без него, ну, у ребят своего, может быть, не хватило на такой большой ивент, когда столько народа понаехало, но, как бы, справились, был подан запрос очень вовремя, запрос ответили, террейн привезли, потом террейн увезли назад в Питер, все было в этом плане хорошо, было где посидеть, было куда составить миниатюры, не было тесно, для меня вот отлично вот эти вот важные моменты, была вода, была какая-то кока-кола, нас кормили пиццей, стоимость турнира была 2500 рублей, это не 4000, как, допустим, у нас в Питере, вот, на дорогу, на проживание еще какие-то, это гораздо дешевле, чем съездить было в Москву лично для меня, поэтому впечатления у меня от этого самые положительные остались, ну, что ж, давайте едем дальше. Итак, что я взял по армии, во-первых, да, это тиранины, потому что капитан сказал брать что-то жирное, то есть план у нас был такой, есть некроны, которые зарабатывают хорошие очки, есть железные руки, которые тоже зарабатывать должны хорошие очки, все остальные должны тупо терпеть, 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 жить, какие-то сложные паринги брать и на них какие-то очки отжимать, то есть у меня такой план, типа, если я встречаю других железных рук, да, на меня можно этот сложный паринг скидывать, я там где-то свои, может быть, если я на Vanguard Invader брал там 6 очков против хорошего опытного оппонента, то на этих там 8, 9, 10, может быть, очков я тоже должен брать, поскольку армия более жирная, а какая, сейчас расскажу, армия жирная, там ФНПшки, большая монстра и тому подобное, может быть, где-то какие-то такие очки, вот именно моя такая задача была. И остальные игроки тоже более-менее такие же задачи решали, то есть у нас Паша был на орках, которых, ну ты хрен, просто перемолишь их, очень много было, у нас там Мироман на Имперской Гвардии тоже должен был именно терпеть какие-то сложные паринги, причем он какой-то такой достаточно творческий ройстер создал для себя, типа, немного нестандартный, ну, вот примерно такой план. И что же я взял по Тиранидам, да, Вангард Инвейдеры показались на прошлом турнире совсем, ну, плохо, плохо, очень ниже среднего, поэтому взял суперстандартный Павер, во-первых, это два Норна Миссара, я себе Норна Миссаров приобрел, отличные парнишки, нравятся мне очень. Дальше тоже, вот, как мы с Димоном поиграли, парни, я понял, каких вот именно надо брать, надо брать экзокринов, надо брать хоруспексов, ну, два таких, два таких, еще два малицептора, ну, четыре экзокрина, я бы хотел, конечно, взять, но четырех нет, поэтому вместо других экзокринов мы берем малицепторов, они примерно тоже, ну, то же самое выдают, только еще с инвулем, только еще рукопашки более лучше, вот. Вот, а тирана пешего взял, тиран у нас не для того, чтобы стрелять из веномки, тиран не для того, чтобы кого-то колупать в рукопашки, тиран это 200, блин, какой же он дорогой, 200 с лишним очков, дополнительный стратагем, дополнительного пятого ФНП, ты можешь заплатить за ЦПшку, можешь повторить за 0 ЦП, и можешь в файт-фазу еще одну пятую ФНПшку за ЦПшку поражать, вот, тиран в этом, вот он для этого нужен, просто должен стоять где-то в лосблоке и ничего не делать. А, естественно, Биавора берем, чтобы миссии выполнять, и я еще взял два нейроликтора, потому что в нейроликторов я влюбился, они никогда не проваливают вражеский батлшок, но это инфильтрационный юнит, который нужен, чтобы контрить вражескую инфильтрацию, что очень важно, ну и если какой-то батлшок они где-то провалят, то это где-то провалит, это плюс-то вообще замечательно, они дешевые при этом, они при этом, лоно превратив в четвертом инвуле, очень поганая, мерзкая шила в жопе для твоего оппонента, такой харассмент юнит отличный. На поскоре у нас один юнит горгулий и один юнит нейроганта. Конечно, можно было бы два юнита горгулий взять, чтобы на чем-то сэкономить, но я на чем-то не стал, и как бы нейроганты это просто, просто десятка ребятишек, они не для того, чтобы там какой-то синапс даже это сдавать, хотя и они это могут, а не просто, чтобы быть на поле и работать юнитом, просто, ну знаешь там, делать экшен, встать на точку, отсквиниться, отзониться, вот такие вещи они делают, и идеально просто, вот 45 очков в ростере осталось, бэм, встали как влиты, ни о чем не жалею. В такой расписке, как у меня, второй юнит горгулий кажется чуть-чуть излишним, они все-таки немножко оверпрайс, они молодцы, они крутые, но дорогие, ну вот так. Забегая вперед, скажу, что ростером своим я, конечно, доволен, у меня были супер хайроллы на кубах, то есть я вот на старую деревню, да, вот парник отыграл, в каждом репорте я говорил, что я как скотина кидаю, здесь у меня это вообще за рамки разумного просто вышло, причем даже, вот знаете, мои кубы, вот эти вот люминецкие бочоночки, да, на них иногда люди катят бочку, что за пиленные кубы, они не обращают внимания, когда эти кубы мне исключительно единицы и двойки показывают, что тоже очень часто бывает, я уже это, знаете ли, хотел в церковь идти свечку ставить, вот. Но когда они начинают хайроллить, это прям, прям хрестоматийный пример, это батл репорт, когда я пошел на The Station, и у меня там эти кубики просто 6, 6, 6, 5, 5, 5, там, да, аж стыдно было. Вот, и здесь такая ситуация, причем не всегда я играл именно этими бочонками, я взял свои классические дайсы, синенькие такие, которые тоже, от которых у меня жопа горела, именно когда они у меня такой рак показывали, что я был вынужден пойти просто к Косте и купить у него эти кубики эльдарские, да, потому что, ну, сил больше никаких не было, там, нули вообще, если бы нули могли кубики показывать, эти кубики бывают. Ничего страшного, у меня в первой игре, там, против Славы Визарха, эти кубы просто там такие фенепэки давали, там такие результаты были, что Слава мне никакой пощады не оставил, у меня так, но об этом будет батл репорт, что он со мной сделал, но кубы были вот такие вот, хайроллы были на хайролме. Вот, армия показала себя отлично, мне понравилось, с одной стороны, с другой стороны, не очень понравилось за это играть поскольку никакой маневра никакой хитрости ты просто вываливаешь мясо на поле боя и надеешься что его не перестреляют этот ну глуповато там конечно нужно думать какой юнит врага выцелить как лучше самому поставиться вот но по сравнению с играми за дар кальдаров где play style action тактика вот это вот все это вообще ни в какое сравнение не лезет но нам придется посмотреть 4 battle report а за этих тиранинов возможно параллельно буду пускать какие-нибудь батл репорты с малого камаза где за дар кальдаров играю чтобы как-то отчинить отчинить потому что за дар кальдаров есть тоже что посмотреть они вот такие умеют делать в итоге первый состав качестве взял первое место ребята молодцы они уже как бы прошлый раз это была не случайность они доказали что могут держать высокий уровень наш второй состав взял седьмое место ровно серединочка были у нас и поражение было у нас ничейка две победки казалось бы нормально но общий итоговый результат нас был достаточно скромный поэтому всего лишь седьмое место в любом случае я доволен и наснимал очень много и поиграл с ребятами с которыми я ни разу не встречался и побывал в другом городе что очень круто мне очень хорошее впечатление короче остались и спасибо еще раз организаторам надеюсь не в последний раз и еще у нас будут подобного рода ивента и ребята будут держать планку и повышать повышать ее естественно а на сегодня все спасибо что смотрели пока пока